Дать возможность поступать в магистратуру на бюджет после специалитета. Такую идею одобрил Владимир Путин. Он поддержал предложение проработать возможность поступления в магистратуру на бюджет после окончания специалитета. Это предложение прозвучало на встрече с руководителями передовых инженерных школ. К этой теме мы вернемся. Здравствуйте, это программа КФУ Итоги недели. Вот о чем мы поговорим сегодня. Главное, что у нас есть база, на которой можно придумывать. Это прежде всего интеллектуальная база. Рывок для экономики, что станет главным в развитии передовых инженерных школ. 3D-снимок спинного мозга. Чувствовать спинной мозг. Какая система должна облегчить диагностику тяжелых травм. Предоставление школьникам 5-11 классов возможности для саморазвития, самообразования и, наверное, самовоспитания. Воспитание гениев. Кто готов стать студентом малого университета КФУ? Идея мне пришла, когда я сел в очереди в студенческой поликлинике. Здоровье в один клик. Какое приложение поможет быстро получить медицинскую консультацию? Перспективными и интересными назвал Владимир Путин направление работы передовой инженерной школы Казанского федерального университета. Президенту России представили основные задачи инженерной школы КФУ. С руководителями создаваемых в России передовых инженерных школ глава государства встретился в Великом Новгороде, где он побывал на мероприятиях по случаю 1160-летия российской государственности. Встреча с руководителями научных организаций и их партнерами прошла на площадке Новгородской технической школы. Презентацию, а также свои предложения от Казанского университета Владимиру Путину представили директор школы Гузель Капитонова и заместитель генерального директора КАМАЗа Эрик Гумеров. Гузель Капитонова рассказала, что в регионах есть проблема оттока кадров, особенно молодежи. Передовая инженерная школа Киберавтотех близка к производству КАМАЗа и решает его реальные задачи. Это помогает удерживать талантливых ребят в набережных челнах. Все направления подготовки специалистов соответствуют потребностям автогиганта на ближайшие 5-10 лет. Передовую инженерную школу также поддерживает правительство Татарстана. Таким образом, совместно создается инфраструктура для исследований и научно-технических открытий и увеличивается масштаб проекта. В чем особенность наша школа? То, что она очень близка к производству. Как и для большинства небольших городов, для нас свойственна проблема, связанная с оттоком кадров. В первую очередь, конечно же, молодежи. Поэтому для нас передовая инженерная школа – это один из инструментов создания решения этой проблемы. И как раз КАМАЗ предоставляет нам реальные боевые задачи, которые позволят притянуть как магнит к нам в набережную челны филиал побольше талантливых детей, которые смогли бы решать реальные задачи. Еще хотел бы отметить, что передовая инженерная школа на базе Казанского федерального университета, она отличается тем, что нас поддержал не только КАМАЗ, а нас поддержал и Республика Татарстан. Она готова финансировать в равных долях, как и КАМАЗ. Ирик Гумеров уточнил, что основные направления разработки предприятия – беспилотные технологии. Автомобили с низким углеродным следом, новые материалы и технологии, включая производство локальных компонентов. Для развития проекта он предложил государству формулировать стратегические задачи для университетов, чтобы задавать вектор научно-технического развития. Если ты успех наметил и встал на трехлетнем горизонте и замедлил темп, это плохо. Поэтому нужно сделать механизм продления успешных проектов, потому что это направление прорыва. Это будет успех. И вот такой инструмент нужно сделать, чтобы в жизни начинался каждый раз трехлетный цикл заново. И третья идея – формировать стратегические задачи для университета. Владимир Путин прокомментировал, что такие технологии – это востребованное направление, проекты, рассчитанные до 2030 года. Напомним, что передовые инженерные школы – федеральный проект. В нем принимают участие ведущие российские вузы и отечественные компании. Его цель – обеспечить высокопроизводительные экспортно-ориентированные секторы экономики страны кадрами для достижения технологической независимости. Также немаловажно создать новейшие виды высокотехнологичной продукции в партнерстве с бизнесом. Особенно актуально сегодня. Вообще-то, честно говоря, всегда актуально. Вот наша компания крупная все привыкли покупать. А сейчас, когда не продают, приходится самим придумывать. И главное, что у нас есть база, на которой можно придумывать. И это, прежде всего, интеллектуальная база. Как диагностировать травмы спинного мозга? Тест-система молодого ученого КФУ должна помочь врачам в диагностике заболевания, а значит, и в выборе оптимальной терапии. За свой проект аспирант Института фундаментальной медицины и биологии Довран Сабиров получил 1 миллион рублей. Реализация проекта стала возможной благодаря его победе в конкурсе «Студенческий стартап». Ученый занят поиском биологических маркеров в качестве диагностического инструмента. В качестве конечного продукта должна стать та самая тест-система, которая призвана облегчить работу медиков. Сейчас врачи по травмам спинного мозга ставят диагнозы по результатам томографии. Какие методы и способы исследования помогли аспиранту разработать новую систему, узнала Эльвина Минобуддинова. Это только в фильме серьезное падение приводит к невероятным приключениям и благополучному финалу. В реальности все гораздо тяжелее. Ежегодно до полумиллиона человек во всем мире подвергаются травме спинного мозга. Это приводит к утрате чувствительной и двигательной функции. После травмы для получения информации о позвоночнике и спинном мозге назначают магнитно-резонансную томографию. Но зачастую ее результаты не дают однозначного ответа. Патологический процесс, приводящий к острому повреждению спинного мозга, состоит из двух этапов. Первичное повреждение, которое заключается в прямом механическом воздействии на спинной мозг. И вторичное повреждение, которое представляет собой каскад биохимических событий, вызывающих демилинизацию и гибель нейронов. И большая часть посттравматической дегенерации вызвана именно процессом вторичного повреждения, который происходит в первые часы и дни после травмы. Результаты лечения пациентов с травмой спинного мозга показывают, что требуется разработка и внедрение не только новых терапевтических протоколов, но и объективных методов экспресс-диагностики. Именно над разработкой такой экспресс-диагностики трудится в лаборатории генных и клеточных технологий КФУ. Довран Сабиров – младший научный сотрудник и руководитель проекта. Его цель – создание высокоспецифичной тест-системы для диагностики и оценки лечения нейротравмы. Она должна помочь в реализации лучшей стратегии терапии. Необходимо найти инструмент для диагностики пациента с травмами. В исследовании Доврана проводится оценка так называемого транскриптомного профиля ликвора пациентов. Транскриптом – это определенный набор РНК в нашей крови в определенный момент времени. И оценивая уровень как раз РНК, мы можем смотреть на то, какие гены экспрессируются, и в дальнейшем видеть вообще, какие процессы воспаления происходят. Ликвор – это спинно-мозговая жидкость. Она находится в прямом контакте со спинным мозгом. После травмы мозг высвобождают метаболиты и белки. Они дают информацию о процессе воспаления. Ликвор – это спинно-мозговая жидкость, которая находится вокруг спинного мозга, и она находится в прямом контакте. И в нее высвобождаются различные белки, метаболиты. Оценивая ликвор мы можем посмотреть уровень этих белков и метаболитов и сравнить со здоровыми людьми этот ликвор, людей с травмой спинного мозга. Микро-РНК – один из самых важных регуляторов экспрессии генов. Именно по этой причине за основу было взято изучение профиля микро-РНК спинно-мозговой жидкости у здорового человека и с травмой. Сегодня широко используется тест-система для диагностики нейротравм. Но разработка на основе исследования микро-РНК является открытием. Здесь мы наблюдаем 3D-снимок спинного мозга. Мы окрасили срезы спинного мозга с помощью иммуногистохимического анализа. Работу над проектом можно отследить поэтапно. Вначале был создан биобанк ликвора спинно-мозговой жидкости и крови пациентов с травмой спинного мозга. Сегодня в лаборатории имеется более 250 образцов. Далее сравнили ликвор пациентов с травмой и здоровых людей. Благодаря этому стали известны мишени. Над ними сейчас проводится работа. Исследование не завершено. Оно находится лишь на начальном этапе. В работе над проектом Даврану помогают три сотрудника, включая его научного руководителя. Давран признается, именно она стала его вдохновителем. Вдохновителем этой темы является мой научный руководитель Мухамедшина Иоанна Олеговна. Начал я свой путь здесь с магистратуры в 2019 году. Попал в эту лабораторию. Я был в поисках чего-то интересного и попал к Мухамедшине Иоанне Олеговне. Мне понравилось заниматься нейронаукой. Давран Сабиров – аспирант. Его направление – биология, профиль генетика. В будущем он планирует продолжить свой путь в науке. И уже сейчас прикладывает для этого все усилия. Его проект «Тест-система для диагностики нейротравм» одержал победу в конкурсе «Студенческий стартап». На реализацию Давран получил 1 миллион рублей. В течение года аспирант планирует завершить работу. После этого должны начаться клинические испытания. Эльвина Минабудинова, Никита Акиншин. КФУ «Итоги недели». Стать юным ученым возможно в Казанском университете. Дополнительное научное образование для школьников дает Малый университет КФУ. Такая возможность есть у тех ребят, которые заинтересованы получать знания сверхшкольные программы. Сейчас в Малом университете продолжается набор школьников старших классов. Занятия уже в скором времени стартуют по нескольким направлениям. Какие из них наиболее актуальные? И возможно ли подготовиться с помощью лекций к Олимпиадам и научным конференциям? Поговорим сегодня с руководителем Центра по работе с одаренными школьниками Дилярой Муравьевой. Здравствуйте, Диляра Рафаэльевна. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, о Малом университете. Какие перед ним стоят цели и задачи? С удовольствием. Малый университет КФУ – это один из проектов Центра по работе с одаренными школьниками. Собственно, само название Центра и определяет вектор нашей работы. Так наш отдел стал называться в 2017 году по поручению президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, который сказал о том, что в каждой образовательной организации, ведущей образовательной организации России, обязательно должен быть Центр по явлению и поддержке одаренных детей. Но на самом деле Малый университет создан давно, еще в 1972 году. Создан нашей любимой Валентина Алексеевна Исочневой, которая нам передала свое детище, и мы сейчас стараемся очень достойно его нести. Если говорить о целях и задачах, то на самом деле очень сильно не поменялись они, начиная с того времени, потому что Казанский федеральный университет всегда уделял большое внимание работе с одаренными школьниками, повышению их сходного уровня знаний, их профориентации, но вообще подготовке качественного состава абитуриентов. Если говорить о целях Малого университета сегодня, то я бы, наверное, сформулировала это так. Предоставление школьникам 5-11 классов возможности для саморазвития, самообразования и, наверное, самовоспитания, потому что на сегодняшний день школы, гимназии, лицеи, они все-таки нацелены на реализацию федеральных государственных образовательных стандартов. И ресурсов, под ресурсами я имею в виду как материальные, так и человеческие, у них недостаточно ресурсов для дополнительного образования по направлению наука. Поэтому вот здесь Малый университет закрывает эту задачу, мы ребятам даем дополнительные знания. Ну вот вы учили в школе, я учила в школе, ведь в каждом классе есть такие дети, которые очень легко усваивают тему урока. И дальше им уже становятся... Они готовы идти дальше, но дальше учитель не может с ними идти, потому что учитель вынужден работать на среднего ученика. Вот Малый университет, он как раз для таких ребят. Они к нам приходят, они между собой знакомятся, начинается общение, начинается дружба, которая проносится через года. Вот, собственно, Малый университет, он объединяет вот таких ребят. Плюс Малый университет это очень хорошая начальная профориентация, потому что, опять же, возвращаясь к школе, и здесь по объективным причинам школа не может ребятам дать профориентационные роли. Вот почему, к сожалению, сейчас никого не хочу обидеть, но очень много случайных людей на факультетах, например, психологии, почвоведения, инженеры. Почему? Потому что в школе они этот предмет не изучали. Это очень красивая профессия психолога, но, к сожалению, они не смогли ее пропустить через себя в школе, и они получают образование, которым будет впоследствии неинтересно. Вот Малый университет как раз дает возможность, мы, наверное, как продолжение некого такого китспейса, где такая, да, в игровой форме дается профориентация, мы даем уже чуть углубленнее, чуть более научно. Вот, наверное, так я бы сформулировала цели и задачи работы Малого университета. А по каким направлениям ведется работа со школьниками? У нас курсы. У нас курсы, курсы углубленного изучения предметов, курсы олимпиадной подготовки и профориентационные курсы. Вот для пятых-седьмых мы предлагаем математику, английский, введение в физику, это углубленное изучение предмета с решением олимпиадных задач. Вот Малый университет, он нацелен на подготовку нового поколения олимпиадников. В восьмом-девятом классе мы даем более расширенный спектр, появляется химия, появляется биология, мы даем основы IT, мы даем основы психологии. Хотя, знаете, вот в этом году мы IT-профиль и профиль психологии позиционируем как не hard skills, мы позиционируем как профориентационное направление, потому что, ну, современная жизнь, она диктует, чтобы вне зависимости от того, какую профессию ты выбрал, даже если ты лингвист, например, да, если ты там зоолог, да, ты должен знать хорошо IT, ты должен знать психологию. То есть если ты хочешь быть сегодня высокооплачиваемым, ну, к примеру, экономистом, ты должен уметь не только работать в программах, ты должен уметь эти программы писать, ты должен уметь коммуницировать с людьми, ты должен уметь выстраивать свой день, ты должен уметь публично выступать. То есть очень много таких скиллов, которые, как нам кажется, нужно давать уже в школе. Я точно знаю, что ребята, прошедшие через малый университет, они очень быстро адаптируются в социуме и будут успешны именно потому, что они уже в школе эти скиллы приобрели. Такой комьюнити даже получается, да, в рамках малого университета образуется? Мы прожили сами жизнь, мы понимаем, что были какие-то вещи, которые мы как-то интуитивно, нейтивно получали, уже будучи взрослыми. А так как мы понимаем, что эта жизнь диктует, это нужно сейчас, мы хотим, чтобы наши ребята это получили уже вот школьниками. А кто может попасть в малый университет? Это поступление, отбор или как построена эта работа? Мы в малый университет приглашаем абсолютно всех желающих, но на этапе входа мы обязательно проговариваем, что, пожалуйста, прочитайте аннотацию к программам, потому что программа, она рассчитана на ребят, которые уже усвоили школьную программу и хотят идти дальше. То есть мы сразу говорим, что мы не подтягиваем до школьного уровня. Мы это на этапе входа говорим. Если родители нас слышат, они с нами соглашаются, они с нами заключают договор. Единственное, что вот, наверное, на IT и на английском мы некий такой, ну, это даже не отбор, это мы на этапе входа их тестируем, чтобы понимать уровень и ребят распределить в группу базового уровня, либо группу продвинутого уровня. А вот еще в малом университете есть олимпиадные движения, расскажите о них. Да, у нас есть олимпиадные движения, но вот, наверное, вы в курсе, да, что есть несколько траекторий поступления. В основном все идут по любимому всеми единому государственному экзамену, но на самом деле сейчас подготовятся к ЕГЭ, как мне кажется, только ленивые не подготовятся, потому что в школе готовят, есть огромное количество курсов, есть огромное количество онлайн-ресурсов, где можно подготовиться. В крайнем случае даже есть репетиторство, да, то вот этот трек поступления через олимпиады, к сожалению, сегодня этим треком пользуются не все, потому что не все об этом знают или просто боятся в этот путь олимпиадного движения войти. На самом деле ничего страшного в этом нет. И в этом году через олимпиады, вот в частности Российского совета олимпиад школьников, поступило около почти 13 тысяч школьников. Это всего 2% от общего количества, на самом деле 13 тысяч это много. Вот, и олимпиадное движение, олимпиадные работы, они сложные, безусловно, это творческие задания, это нестандартные задания, это задания со звездочкой, как в школе говорили, я бы даже сказала, если такой есть термин, с тремя звездочками, да, но к ним нужно готовиться, и безусловно, без сопровождения человека, который в олимпиадном движении давно, я сейчас говорю о наших преподавателях, без человека, который понимает, чему и как надо учить, и что самое главное, они задают алгоритм решения вот этих творческих задач, потому что очень часто дети нам говорят, задача такая сложная, я вообще не знала, с какого боку к ней подойти. То есть вот наши преподаватели, они говорят, с чего начать решение вот таких творческих, нестандартных задач. Нам очень хочется, чтобы как можно больше ребят, особенно из Татарстана, вошли в это движение, чтобы они этот трек тоже использовали, тем более, что для многих ребят, которые творческие, они сами по себе, им как раз будет проще решить задачу олимпиадную, нежели подготовиться вот этим стандартным заданием единого государственного экзамена. Ну и вообще с помощью олимпиады, да, можно решить вопрос с поступлением уже до единого. Легко. Собственно, этим и пользуются ребята, скажем, Москвы, Питера, они на заключительном этапе буквально чесом ходят, вот если такое слово можно говорить, да, чесом ходят по этим олимпиадам, и нам очень хочется, чтобы наши ребята из республики бы этим треком тоже пользовались. Тем более, что на отборочный этап может попасть абсолютно любой желающий. Вот если есть олимпиады, которые идут по линии Министерства просвещения, и там есть фильтр уже на школьном этапе, и не каждый этот фильтр может пройти, то здесь абсолютно любой может войти в отборочный этап. В заключительный этап выходит 45% от числа участников, победители это 8%, то есть это большое количество, и мне хочется сказать, ребята, идите, пробуйте себя. Получится круто, но не получится ЕГЭ, вот, пожалуйста. Есть возможность допустить ошибку, в отличие от ЕГЭ? Да, в отличие от ЕГЭ, да, совершенно верно. А вот еще хотелось бы узнать, как сам процесс подготовки происходит? Ну, то есть это занятие, ребят, приходит, либо это с использованием электронных образовательных ресурсов? Олимпиадная подготовка, это с использованием, это дистанционно, с использованием онлайн ресурсов, совершенно здесь вы правы, потому что мы хотим, чтобы в наших олимпиадах участвовали как можно больше ребят, и они участвуют со всей России, чтобы была возможность помочь всем у нас онлайн. Это трехмесячный интенсив, 12 недель. А малый университет, это очные занятия. Мы приглашаем ребят в здание Казанского федерального университета, мы их обучаем по вузовской системе, то есть это пары, они приходят раз в неделю либо на одну пару, либо на две пары, в зависимости от программы, лекции, семинары, вот, и мы эту систему менять не будем, потому что она показала свой результат, то есть все наши выпускники в один голос говорят о том, что им было намного проще адаптироваться на первом курсе к студенческой жизни, нежели тем, кто через малый университет не проходил. А вот ввели ли такой подсчет, сколько все-таки воспитанников малого университета, давайте их так назовем, перешли дальше на обучение в системе высшего образования в Казанске федеральный университет? Конечно, мы ведем примерно, мы не только по малому университету, по всем нашим мероприятиям, но если как-то стандартизировать, усреднить совсем цифру, это около половины всех наших участников поступает в Казанский федеральный университет. Я не говорю об этом с гордостью, я говорю об этом с болью, потому что нам бы хотелось, чтобы, конечно, они все, чтобы процент увеличивался, но, наверное, себе как бальзам на душу, они поступают в ведущие вузы России, и мы понимаем, что это те знания, которые они получили от наших преподавателей малого университета. А есть ли, ну уже в завершении, да, есть ли какие-то планы по расширению, может быть, малого университета, или все-таки будете концентрироваться на текущих задачах? Конечно, планы есть, и вот в этом году мы открыли несколько новых курсов, например, курс личностного роста, мне очень нравится этот курс, мы его давно уже планировали, курс, который нацелен на познание ребенком самого себя. На следующий год наверняка что-то будет, потому что малый университет — это живой организм, мы каждый год что-то от него отрезаем, что-то пришиваем. Как пройдет год, мы на него посмотрим, мы уже понимаем, год будет непростой, он поставит перед нами, перед людьми, перед воспитателями, преподавателем новые цели, новые задачи. Мы будем чувствовать, мы всегда пытаемся прочувствовать пожелания и спрос от наших родителей, от наших участников, и вот от того, с чем мы придем к маю, мы обычно в мае планируем курсы, все будет зависеть от того, каким будет малый университет в 2023-2024 году. Ну это одно из главных, наверное, преимуществ малого университета — адаптивность, когда мы... Мы гибкие, мы гибкие, да. Большое спасибо вам за интересную и, самое главное, содержательную беседу. Спасибо большое вам, удачи. И еще один проект Казанского университета получил 1 миллион рублей в рамках конкурса «Студенческий стартап». Студент Института управления экономики и финансов Артур Забиров разработал сервис «Здоровый я». С его помощью пользователям станет доступной запись в частные медицинские клиники, на прием к врачу и для сдачи нужных анализов. Кстати, о конкурсе Артур Забиров узнал всего лишь за несколько дней до конца подачи заявки. Из всех участников по всей стране отобраны 650 победителей. В их числе 23 студента Казанского федерального университета. Конкурс проводился Миноборнауки России и Фондом содействия «Инновация». Приложение, разработанное Артуром, будет работать с компьютера и мобильных телефонов. Главное условие — запись без звонков с помощью внутреннего мессенджера. Пациенту не нужно искать ссылки, заходить в лишние поисковые системы, обзванивать клиники. Сервис все найдет сам. Какие еще функции готов включить в свое приложение «Победитель» — решили выяснить у него самого. Дружба, учеба вместе и слаженная командная работа. Так студенты КФУ разработали полезное мобильное приложение и выиграли грант на его развитие. С помощью этой разработки можно будет записаться на прием к врачу и на сдачу анализов в частных медицинских центрах. О конкурсе ребята узнали от заведующего кафедры инноваций и инвестиций КФУ Азата Садриева и сразу согласились принять участие. За три дня они продумали концепцию проекта, сделали бизнес-план и отправили онлайн-заявку. Узнали мы об этом совершенно случайно. То есть за два-три дня до завершения отбора мы сидели разговаривали с Азатом Рафаиловичем, это заведующий нашей кафедры. И он спросил, ребята, вы чего не участвуете? Мы не лично, потому что Алим был заявлен в другом проекте. Я говорю, действительно, почему я не участвую? И я понимал, что с этим человеком мы что-то придумываем классное. Мы сели, начали накидывать идеи, и вот за два-три дня мы заполнили всю заявку, подали, выиграли. Артур Забиров учится на четвертом курсе в Институте управления экономики и финансов. Во время прохождения учебной практики он познакомился с Алимом. Они сразу нашли общий язык и начали дружить. Сам Алим Гулиев участвует в подобных студенческому стартапу конкурсах с первого курса. Но реализовать идею создания мобильного приложения для онлайн-записи в медицинские учреждения он решился только с Артуром. Первоначальная идея мне пришла, когда я стоял в очереди в студенческой поликлинике. Я понял, что это долгий процесс, что стоять по несколько часов в очереди – это не круто, и нужно что-то менять. И поэтому мне пришла в голову идея сделать сервис, через который можно будет онлайн-люстра записаться в клинику. Приложение ребята назвали «Здоровый я». Оно представляет собой разработку для онлайн-записи в частной клинике со своей CRM-системой. Приложение будет доступно как на компьютерах, так и в мобильных телефонах. С помощью него можно будет записаться в частные клиники на прием к врачам, а также на необходимые анализы и обследования без звонков. В приложении будет работать внутренний мессенджер. Пациент по нужным параметрам сможет выбирать необходимую медицинскую услугу и записываться. С каждого похода к врачу будет возвращаться кэшбэк и возможность тратить его в этом же приложении. Вот так делаешь, нажимаешь на кнопку, потом еще раз. И выбираешь время. Приложение «Здоровый я» имеет такое название не просто так. По словам Артура, в дальнейшем у пользователей появится возможность следить за состоянием своего здоровья. С помощью этого новшества пациенты смогут вести здоровый образ жизни, считать шаги и скорость бега. Кроме того, будет предусмотрено напоминание о приеме лекарств. Приложение предусмотрено для людей с 16 до 40 лет. Именно они, по мнению студентов, сидят в телефонах и принимают на свой счет тренд на цифровизацию. Приложение будет называться «Здоровый я» – это не просто так. У нас будут трекеры для ослеживания здоровья, у нас будет возможность следить за тем, сколько ты выпил воды. Ну, это такая классика. И в дальнейшем у нас вообще будет программа, например, диетическая какая-то и так далее, спортивная. Проект Артура и Алима вошел в число разработок, получивших 1 миллион на реализацию стартапа. Большую часть призовых средств бизнес-партнеры намерены направить на создание демо-версии приложения. Остальное пойдет в фонд оплаты труда. Сейчас у проекта полностью готово техзадание. Практически завершена работа над прототипами приложения. Следующим этапом станет создание дизайна и поиск медицинских учреждений. Финансирование большую часть мы потратим на само приложение в целом. И также будут некоторые расходы, связанные с интеграцией с клиниками. Технический запуск приложения «Здоровый я» планируется на конец ноября. Сначала оно выйдет в Татарстане, затем его запустят и в других регионах России. Кто может стать киберспортсменом? Об этом далее в программе. Также вас ждут другие новости. Беспилотный трактор КФУ. Как оценил разработку ученых премьер-министр Белоруссии. В свое время он выстроил здесь анатомический театр, библиотеку, химическую лабораторию и обсерваторию. Главный зодчий Казанского университета. Что удивительного в архитектурном ансамбле, возведенного под руководством Михаила Каринского. Спортсмены Казанского федерального университета побывали на фиджитал-играх. Это игры, которые объединяют классический спорт с виртуальным. В Казани прошли первые международные фиджитал-игры. Были участники из России, Белоруссии, Бразилии, Турции и Болгарии. Спортсмены демонстрировали навыки на реальной площадке и в виртуальной реальности. Состоялись игры по фиджитал-футболу, баскетболу, гонка дронов и еще одно состязание, в ходе которого нужно было разбивать геометрические фигуры под музыкальный ритм и набирать очки. Ребята из студенческого спортклуба «Казанские юбарсы» посетили соревнования, чтобы увидеть, как организуются такие мероприятия. Студенты в рамках спартакеада планируют впервые провести соревнования по фиджитал-баскетболу. О киберспорте мы еще поговорим далее. А пока о том, какие еще события из жизни университета и республики стали главными на этой неделе. Премьер-министру Белоруссии презентовали созданный в КФУ беспилотный трактор. Роман Головченко и председатель республиканского парламента Фарид Мухамедшин высоко оценили ход реализации совместного проекта Казанского университета и МТЗ «Татарстан». Проект автоматизированного трактора легкого типа направлен на автоматизацию белорусского транспортного средства. В дистанционном режиме трактором управляет оператор. Он может находиться как на рабочем месте в помещении, так и рядом с машиной, управляя с планшета. Казанский университет посетил мэр турецкого города Бодрум. Он ознакомился с музеем истории КФУ, посетил актовый зал и мемориальную аудиторию. Сегодня в КФУ учатся 212 граждан Турции. Гость отметил, что впечатлен вузом и отметил, что Казанский университет внес бесценный вклад в развитие мировой науки. Главы сельских поселений районов Татарстана обучатся современным подходом в управлении в Казанском университете. Открыл специальную программу руководитель аппарата президента Асгад Сафаров. Программа разработана совместно с Управлением по работе с территориями президента республики, от стации Совета муниципальных образований, департаментом государственной службы и кадров, а также департаментом по вопросам внутренней политики Татарстана. Обучение основано на решении реальных практических задач. Сельским поселением и поселком городского типа по итогам республиканского конкурса выделяются гранты на общую сумму 261 миллион рублей. В Татарстане создадут межвузовский центр мониторинга информационной безопасности. Пилотный проект будет реализован КФУ и университетами-партнерами совместно с компанией InnoStage. Подписание соглашения состоялось в рамках форума «Казан Digital Week». В церемонии подписания приняли участие президент республики Рустам Миниханов, заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максим Паршин и депутат Госдумы Анатолий Аксаков. Казанский федеральный университет стал площадкой проведения седьмого всероссийского совещания заведующих кафедрами в области безопасности, жизнедеятельности и защиты окружающей среды и открытого заседания Федерального учебно-методического объединения «Техносферная безопасность» и «Природа устройства». Здесь обсудили подготовку кадров, совершенствование системы обучения студентов, изменений образовательных стандартов и организации обучения. Вот именно обмен опытом, обмен теми наработками, которые есть у вас в разных регионах. Я вот даже в краевые глаза проходил, посмотрел там подземный Севастополь, да, интересная презентация была, в таких черных тонах, все интересно. Поэтому в отношении того, что на самом деле есть момент того, что на самом деле интересно, то, что вы говорите, то, что вы уже наработали, и вот этот опыт на самом деле бесценен. Студентов Казанского университета приглашают стать киберспортсменами. Открылся набор в киберспортивной сборной КФУ. Об этом мы побеседуем с руководителем киберспортивного клуба, студенткой третьего курса Института информационных технологий и интеллектуальных систем Анастасией Журавлевой. Здравствуйте, Анастасия. Здравствуйте. Сегодня для нас не совсем обычная тема – киберспорт. На каком уровне он развит в Казанском университете? Вообще я свою работу начала с февраля, по большей части, поэтому можно сказать, что мы сейчас в начале пути, но вообще киберспортивный клуб КФУ существует уже 6 лет. Вообще о киберспортивном клубе расскажите, сколько в нем участников, какие команды есть? На данный момент у нас 9 дисциплин и 123 участника суммарно, и сейчас мы проводим набор на еще одну дисциплину, в которой планируем набрать 15 участников. А что это за дисциплина? Вот я, например, умею, кажется, я так думаю, играть в ФИФУ. Десятая дисциплина – это League of Legends, которую мы набираем, а основные 9 – это Brawl Stars, Clash Royale, Counter-Strike, Dota 2, FIFA, Valorant, Hearthstone, StarCraft и Rocket League. Страшно, что половину из этого я вообще не понял, но в ФИФУ я знаю, играю. А перейдем непосредственно к объявленному набору в киберспортивной сборной. Кто может туда заявиться? Вообще заявиться может любой желающий, но, конечно, в первую очередь мы смотрим на опыт турнирный и капитанские навыки. Но также заявиться может абсолютно любой. Мы рассматриваем всех. А какая подготовка должна быть у заявителя и вообще как подать эту заявку? Подготовку мы никакую не требуем, а насчет подачи заявки можно заполнить Google-форму в закрепленном сообщении в группе киберспорта КФУ. А набор происходит по всем дисциплинам, которые вы перечислили? Да, на данный момент мы набираем команды по League of Legends с нуля, а в остальные дисциплины мы тестируем новых игроков. А мы привыкли как-то видеть в качестве киберспортсменов юношей и мужчин. Да, и судя по тому, что вы возглавляете киберспортивный клуб, девушки тоже часть этого вида спорта. Они входят в смешанные команды или это женские сборные? Вообще у нас нет разделения по полу. Мы спокойно рассматриваем участниц и в основные составы, но также по Counter-Strike у нас есть отдельно женская команда. А сколько вообще девушек в киберспортивных командах КФУ? На данный момент у нас шесть участниц, но по заполненным анкетам я могу сказать, что возможно мы наберем вторую женскую команду по Counter-Strike. И также по некоторым дисциплинам одна или две девушки войдут в основные составы. А для киберспортсменов ведь важна не только подготовка в компьютерной игре, но и такая физическая подготовка. Есть ли какие-то критерии оценки на физподготовке или в чем конкретно, каким видом спорта, упражнения может заняться участник киберигр? Конкретно мы в киберклубе не требуем никакой физической подготовки, но на некоторые соревнования, крупные турниры, справки от врачей требуются и участники их предоставляют. Но по своему опыту я могу сказать, что многие дисциплины, например, FIFA, Rocket League связаны с обычными видами спорта, такими как футбол, например, или мини-футбол. И многие наши участники даже состоят в сборных КФУ по этим видам спорта. Также я могу сказать, что участники по Dota 2 хорошо играют в шахматы. А так среди наших игроков есть еще сборники по баскетболу, настольному теннису, легкоатлеты и игроки в волейбол. То есть они занимаются и спортом в реальности, да, и в киберреальности? Да. А какой ближайший турнир ожидается для сборной КФУ? Сейчас крупнейший у нас ближайший турнир – это Московская студенческая киберспортивная лига, сокращенно называется МСКЛ+. Это Всероссийская лига, которая пройдет 17 октября. А вот расскажите, как вы лично пришли в киберспорт? Это занятия дома, там, поиграть за компьютером или специально как-то готовились? Я думаю, что большую роль здесь сыграло то, что я учусь в институте, где почти каждый студент интересовался компьютерными играми. Но вообще-то меня сподвигло желание нашего состава в ИТИСе по Dota 2 в прошлом году заявиться на эту лигу. Я начала узнавать, как подать заявку от КФУ, и так началась моя организаторская деятельность в киберспорте. Вот зачастую родители, педагоги журят детей за их увлечения виртуальными играми и мирами. Но мы знаем и истории успеха того, как молодые люди вырастают в сильнейших спортсменов не только страны, но и мира. Есть ли такие истории с представителями Казанского университета? Да, самым ярким примером, я считаю, является Аяс Ахмедшин. Это игрок-валорант, который играет под ником НАЦ. Про него известно, что он сейчас является топ-10 игроков в этой дисциплине. И недавно он вошел в топ-30 Forbes. Самых богатых киберспортсменов? Или как? Нет, самых успешных. А, самых успешных. Ну, где успех, там, наверное, и богатство будет. Да. Раз Forbes уже публикует. А как киберспортсмен помогает в жизни? Какие навыки, черты характера он формирует, на ваш взгляд? В первую очередь, я считаю, что формируется навык командной игры, также принятие поражений и умение работать и признавать собственные ошибки. Это, я считаю, напрямую связано и с обычной жизнью, потому что ребята, которые не умеют работать в команде, и которые не могут работать над своими ошибками, с ними тяжело работать и нам. Поэтому эти факторы зачастую могут быть решающими в вопросе того, возьмем мы в сборную или нет. Ну, и в завершении, с чем в дальнейшем будет связана ваша профессиональная деятельность? Пока я являюсь студентом КФУ, я планирую продолжать развивать киберспорт в нашем ВУЗе, и также я в октябре планирую пройти обучение на судью киберспортивного, на третью категорию. И дальше я повышу эту категорию до первой, буду повышать. И также сейчас по Татарстану планируется проведение нескольких турниров крупных, и я состою в ряде организаторов. Спасибо большое, Анастасия, и удачи в будущих турнирах. Спасибо. Памятник себе воздвигнул на века. Так и хочется, переиначив слова великого Пушкина, сказать о человеке, преобразившем архитектурный ансамбль Казанского университета. Речь о Михаиле Коринфском. Именно он был утвержден архитектором Казанского университета для того, чтобы завершить строительство комплекса зданий. Он принял за основу генеральный план, составленный Петром Пятницким, чье творением стало главное здание Императорского Казанского университета. При этом Михаил Коринфский внес ряд важных изменений, которые и составили архитектурную славу Казанского университета. По его проектам появились здания обсерватории, анатомического театра, библиотеки, корпус химической лаборатории. Коринфский сформировал симметричный по композиции ансамбль, состоящий из нескольких зданий, двух полукруглых служебных корпусов и сквера. Разработка архитектурного облика университета шла в сотрудничестве с директором Николаем Лобачевским, который, к слову, после смерти Коринфского стал опекуном его малолетних детей. Какие еще работы Зодчева хранятся в библиотеке Казанского университета, расскажет Амир Ахтямов. Михаил Коринфский – архитектор и один из крупных представителей русского классицизма. Потомственный дворянин, академик Императорской академии художеств. Его настоящая фамилия Варенцов. Как-то в присутствии императора он представил свой проект в коринфском стиле. Проект императору понравился, а фамилии автора нет. Тогда по распоряжению архитектор Михаил Варенцов стал Михаилом Коринфским. Коринфский тесно связан и с Казанским университетом. В свое время он выстроил здесь анатомический театр, библиотеку, химическую лабораторию и обсерваторию. А затем химические постройки и клинику, объединив все улочкой и площадью. В последующие годы архитектор занимался учебными зданиями, разработал проект Родионовского института благородных девиц, реконструировало здание первой мужской гимназии. В Казани Коринфский продолжал проектировать и церковные здания. По его проекту в 1842 году был построен Величественный Собор Грузинской Божьей Матери Раивского Богородицкого Мужского Монастыря. Сотрудники научной библиотеки Николая Лобачевского Казанского университета предоставили нам несколько раритетов. Например, сборник архитектора Михаила Петровича Коринфского 1928 года выпуска. Если говорить про сам экземпляр, то он был выпущен в Казани и состоит из 42 страниц. Если обратить внимание на обложку, то можно увидеть незначительные потертости. А на форзаце книжки располагается портрет архитектора. Также у меня в руках очерк жизни и творчества великого архитектора, выпущенный в Казани в 1961 году. В этом сборнике собран список архитектурных работ Коринфского, находящихся в казанских собраниях, список фотографий, репродукций и рисунков, связанных с Коринфским, находящихся в частных собраниях и в собраниях провинциальных музеев. Это редчайший казанский сборник к материалам по культурной, научной, интеллектуальной и общественной жизни русской провинции. Коринфские вместе с Слобачевским построили на университетском пустыре красивейший ансамбль построек, целый городок зданий, изумительных по своей стройности, пропорции и композиции. Творчество Коринфского ценно еще и потому, что он вышел из низов русского провинциального общества, достигнув своих знаний и развития только благодаря своему твердому характеру и настойчивости. Умер великий архитектор в Казани в 1851 году после длительной болезни. Похоронен на Армском кладбище вместе с женой Настасией Александровной под надгробием, которое по семейному преданию он сам испроектировал. В Казани есть улица, названная его именем. Она расположена в микрорайоне Радужный Советского района. Захоронение Михаила Коринфского, объект культурного исторического наследия федерального значения. Амир Ахтямов, Никита Акиншин, КФУ. Итоги недели. Никогда не теряй терпение. Это последний ключ, отпирающий двери. Утверждал французский писатель и профессиональный летчик Антуан де Сент-Экзюпери. Всем выдержки. Терпение и достойного труда во имя науки и служения народу. Встретимся через неделю. Всего доброго.